Китченер обратился к нам за помощью. Он телеграфировал нашей ставке, что если русская армия перейдет к обороне, то германцы смогут прорвать англо-французов и захватить северное побережье Франции. Это из записи генерала Свечина. Осенью 1914 года союзники призвали Россию оттянуть на себя часть вражеских сил. Первая мировая была в разгаре, немцы рвались к Парижу и ставка во главе с дядей императора, великим князем Николаем Николаевичем-младшим, приняла решение протянуть руку помощи Франции, начав масштабную операцию в Польше. Слово современному историку Нелеповичу. Русские полководцы смогли обеспечить на решающем для себя участке фронта весомое превосходство в силах, сосредоточив на Средней Висле в короткий срок более полумиллиона бойцов и более 3300 орудий. Молот против армии Гинденбурга. Молот этот решено было использовать для удара по Германии. И удар бы его оказался сокрушительным, если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, умелое и решительное немецкое командование во главе с парой генералов Гинденбургом и Людендорфом. Во-вторых, тот факт, что противник в начале войны перехватывал и переводил все важнейшие русские армейские радиограммы и был в курсе всех приготовлений. По словам русского офицера, в этом отношении под лодзью дело дошло до курьеза. Наша радиостанция приняла немецкое радио с просьбой не беспокоиться шифровать наши депеши, так как все равно немцы их расшифровывают. И пока русские армии выстраивались для атаки, немецкий штаб сам повел лучшие свои силы вперед. Лодзинская операция задумывалась как русское наступление, но началась с немецкого удара. Острие атаки пришлось на стык первой и второй армии. Германцы рассчитывали рассечь их, окружить и уничтожить. И поначалу, казалось, план их притворяется в жизнь. Уже 12 ноября их дивизии попытались взять в окружение 5-й сибирский армейский корпус генерала Сидорина, но тот отступил. Немцы продолжили наступление на юг во фланг основным силам царской армии. И к 18 ноября взяли в полукружение 2-ю русскую армию. У города Лодзь русские полки переходили к круговой обороне. Уже замаячил разгром. Уже казалось, случится непоправимое. И немцы запустили в обход кавалерию. Отряд генерала фон Шефера Баяделя готов был замкнуть кольцо. Однако 19 ноября наступила своего рода кульминация. На помощь 2-й армии поспешила 5-я армия талантливого генерала Павла Плеви. Ни одна из сторон не согласна была уступать. Командующие по обе стороны фронта отдали команду атаковать. Фактически это был встречный бой, только складывался он уже не в пользу немцев. Большой отряд Шефера Баяделя, который должен был триумфально окружить русских, сам оказался в кольце. Генерал Горко писал. «Мы уже видели, как в поисках выхода из непрерывно сжимавшегося кольца русских войск, германские транспортные колонны заметались, меняя направление своего движения на прямо противоположное. Позднее стало известно, что одного из сыновей императора Виллигельма пришлось посадить в аэроплан, чтобы переправить по воздуху через наши боевые порядки». 23-24 ноября группа Шефера и днем и ночью начала пробивать себе дорогу. Чудом, потери буквально 70% своих солдат, ей удалось таки вырваться. Даже немецкий военный гений Людендорф вынужден был признать. Крупная оперативная цель уничтожить русских в излучине Вислы не была достигнута. Наверное, как и большинство других сражений той войны, Лозинская операция оказалась незаслуженно забыта в России, хотя она и спасла положение союзников. Немцы снимали с французского фронта силы целыми корпусами и гнали их на восток, чтобы восполнять потери. Впереди были еще долгие годы Первой мировой войны.